Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Школа нового поколения. В микрорайоне Новая Самара полностью завершено строительство современного учебного заведения. Не допустить обледенения сотрудники коммунальных служб города с приходом теплой погоды проверяют дождеприемники и ливневки. Последние 10 представлений Королевский цирк Гии и Радзе завершает гастроли в Самаре. За сутки в Самарской области зарегистрировали 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 40 903 человека. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 249 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 37 599 пациентов. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе обсудили на оперативном штабе с участием главы региона Дмитрия Азарова. На сайте госуслуг появился лист ожидания для тех, кто хочет сделать прививку от COVID-19. Подробности в нашем сюжете. Наиболее часто коронавирус выявляется при обследовании пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии. Доля подтверждений заболевания при профилактических обследованиях невелика. По результатам анализа из тех, кто у нас болел, это 30% пенсионеров. Часть населения трудоспособного возраста это в первую очередь лица, в том числе и бессимптомные, установленные по результатам обследований в трудовых коллективах. Вместе с тем отчасти, учитывая, что некоторые неорганизованные мероприятия проходили у нас, в том числе и 23-го числа, отчасти учитывая, что увеличены в этот процесс крупные города, возможные явно развития ситуации. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян констатировал стабильное число больных в стационарах. Сейчас их порядка 4 тысяч. Большая часть пациентов лечится амбулаторно. Резервный коечный фонд на протяжении полутора месяцев составляет не менее 2 тысяч коек в сутки. Поэтому в ближайшее время их переведут в штатный режим. На это планируем потратить 2 недели, в период с 1 по 14 февраля, 300 коек в больнице имени Середарина, 200 коек клиник самого университета, 200 коек в Галятинской городской клинической больнице номер 5 и 150 коек в Сызранской городской больнице номер 2, начинать переводить в штатный режим. Это будет означать, что в этот период мы просто приостановим на это количество коек, на эти площади госпитализацию пациентов и потом планомерно перейдем к режиму дезинфекции. В четверг в область поступит очередная партия вакцины от коронавируса. Почти 29 тысяч доз. Первым компонентом вакцины привито свыше 21 тысячи человек. Вторым – 5 430. В приоритете медицинские и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, работники транспорта. В регионе организована дистанционная запись на вакцинацию, в том числе по телефонам горячей линии, а также на портале госуслуг. Там создан новый сервис, так называемый «лист ожидания». Дистанционно заявки на прививку подали 9100 жителей региона. Те граждане, которые проявляют эту инициативу, которые сами активно думают о своем здоровье, здоровье окружающих, в первую очередь должны вакцину получать. В первую очередь даю вам поручение, вот в первоочередном порядке, это не противоречит существующим подходам, с учетом того, что мы начинаем массовую вакцинацию. У нас достаточно вакцин, чтобы всех медиков привить. Поэтому вот всех, кто записался, вот есть у вас 600 человек из тех, кто записался, еще добровольно, сами, на опережение и не провакцинированы. Вот в первую очередь их провакцинируйте. По поручению главы региона проработан вопрос вакцинации жителей поселка Рощинский. Там будет работать мобильный прививочный комплекс с мощностью до 100 прививок в день. Но несмотря на массовую вакцинацию, на оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. Нужно по-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Виктория Шаре, События. Самарские и тольяттинские медики продолжают бороться за жизни и здоровье пострадавших в крупной аварии под Сызренью. Напомню, в пятницу на трассе М5 «Урал» столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. Погибли 12 человек, 11 по-прежнему находятся в больницах. Состояние всех курирует министр здравоохранения регион Армен Бинян. Консультации по самому маленькому, пострадавшему которому не исполнилось и двух лет, дает известный российский детский врач Леонид Рошаль. Об этом также на заседании областного оперштаба рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Очень хорошая новость, то что самый маленький пациент, которому всего год и 9 месяцев, сегодня чувствует себя гораздо лучше, зафиксировано улучшение здоровья. Здесь, конечно, хочу поблагодарить Армен Сакович и передать мою благодарность доктору Рошалю, который и сам включился в эту работу и специалистов некоторых предоставил для консультации нас по этому самому маленькому пациенту. Надеюсь, что сегодня он будет переведен из реанимации в обычную палату. Одна из самых ожидаемых новостроек города введена в эксплуатацию. В микрорайоне Новая Самара полностью завершилось строительство школы. Сейчас идет установка мебели и монтаж оборудования. Школа нового поколения так охарактеризовали здания эксперты. Сегодня качество выполненных работ оценила глава Самары Елена Лапушкина. Учебные кабинеты, спортивные, актовые залы, библиотека и пищеблок сделаны по самым современным стандартам качества. Молодой директор школы Артем Житков не без гордости рассказывает об учебном заведении, которым вскоре будет руководить. На должность директора он назначен на конкурсной основе и уже формирует коллектив учителей тоже из состава лучших. Школа в микрорайоне Новая Самара введена в эксплуатацию. Сейчас завершаются подготовительные работы. Два спортзала будут оснащены лучшими тренажерами и дополнены открытыми площадками во дворе. В библиотеку приобретается учебная художественная литература. Уже сегодня можно оценить акустику концертного зала, а скоро повесят занавес и завершат оформление. Мы так посмотрели из того, что он будет гармонично смотреться со стенами. И вот если занавес сделать верхний такого же цвета в один тонн, то все внимание будет не на зрителя, а на занавес. То есть он утяжелит эту конструкцию, поэтому приняли решение. Строительство школы на 1200 учащихся в одну смену началось в августе 2019 года. Учреждение было включено в национальный проект «Жилье и городская среда». Все работы шли под контролем региональной и городской власти. Это особо важный объект для жителей окрестных кварталов новостроек. Город получит новые возможности для развития к северу от центра на много лет вперед. Сюда придут учиться юные жители новостроек, а их родители уже записывают своих детей в новое образовательное учреждение. Записываю номера и сам буду их обзвонить лично. Живут здесь местные? Да, живут здесь. Это в основном жители Новой Самары. Сейчас пока больше другие не обращались. Но на сколько? На какой возраст основном? Разный, совершенно разный. В основном это первоклассники, второй, третий, пятый, седьмой классы. Школа в Новой Самаре по качеству оснащения и преподавания будет первой в городе. Современные стандарты будут реализованы на самом передовом оборудовании кабинетов. Здесь же создается хорошая база для дополнительного образования. Так, чтобы ученики могли получить еще и первые навыки, возможно, своей будущей профессии. В школе планируется организовать преподавание по специальностям. Ландшафтный дизайн, столярное мастерство, театральное искусство и танцы. Кружки и секции начнут работать в здании уже с 1 апреля. А насколько это востребовано, покажет уже ближайший учебный год. Одна из самых лучших школ в Самаре, она действительно современная, она действительно достойно оснащена. Оценку, что это за школа, чуть позже дадут дети и их родители. Но мы стараемся, чтобы новая построенная школа оказалась самой востребованной. Уже к 1 сентября школьные классы будут укомплектованы полностью. Открытие учебного заведения ждут многие. В особенности ученики, которые сегодня вынуждены ездить в другие микрорайоны. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самару пришло потепление. В этот вторник столбики термометров днем показывали плюс 3 градуса, шел мокрый снег с дождем. А вот через несколько дней вновь наступит настоящая зима. Синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра. В этих условиях высока вероятность ледяного дождя и образования льда на тротуарах и восковольтных проводах. Первый вице-губернатор, председатель правительства региона Виктор Кудряшов поручил привести все службы в состояние готовности. Мы сегодня договорились, что все службы и дорожные, и электросетевые компании отработают в ближайшие сутки в режиме повышенной готовности. Будут мобилизованы аварийные бригады, которые будут работать в дежурном режиме. И при необходимости будут готовы обеспечить максимально быстрое реагирование в случае, например, образования льда на грозозащитных проводах, на проводах высоковольтных линий. По поручению главы Самары, служба благоустройства, управляющая компанией районной администрации, переходит на усиленный режим работы. Такие меры необходимы в связи со сложившимися метеоусловиями. Плюсовая температура способствует таянию снега на улицах, образованию скоплений воды, исхода снежных масс со скатных кровель. В то же время ожидается понижение температурного режима и возможен гололед. Сегодня объезжало два района. Есть очень большой список замечаний. Замечаний и по кровлям, замечаний и по тротуарам. Отрабатываем в ночь и посыпаем реагентами тротуары, дороги. Держим на контроле электрические сети, тоже есть риски промерзания. В настоящее время на очистке кровель задействовано более 100 бригад. В ночь на 3 февраля в Самаре задействовано 254 единицы техники. В дневное время управляющие организации планируют привлечь к работе более 300 дворников. Антон Туполев, Николай Епифанцев, События. Погодные качели также могут привести к сбою работы дождеприемников, скоплению на дорогах и тротуарах воды, которая потом замерзнет и превратится в лед. Что предпринимают коммунальщики, чтобы не допустить обледенения, расскажем в следующем сюжете. Пришедшее в регион потепление в ближайшее время может смениться резким похолоданием. И чтобы избежать ледяного апокалипсиса, коммунальщики расчищают ливневки. В первую очередь убирают снег с решеток дождеприемных колодцев, а затем проливают их горячей водой. Вот снег нападал, мороз, снег, мороз, снег. И то есть образовался там в дождеприемниках налезь, лед или жесткий снег. Он воду не пропускает. Горячей водой растапливается все и начинает дождеприемник работать. В усиленном режиме откачивают воду и в местах подтопления, где нет ливневок, по городу дежурит 11 бойлеров. Всего в особо опасных местах 1070 дождеприемников. То есть в первую очередь это места движения общественного транспорта, то есть особо опасные места, низкие места. То есть в первую очередь будет там организованная трава. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Далее выпуск продолжит. Новости экономики. Их представит Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что может сегодня удивить самарцев в новостях экономики? Больше всех сегодня удивляют банки. Несмотря на то, что задолженность россиян по ипотеке превысила 9 трлн рублей, они решили поддержать интерес к ней. Но сначала о курсах валют. Доллар сегодня стоит 75 рублей 50 копеек. Евро торгуется на отметке 91 рубль 54 копейки. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Цена апрельского фьючерса на нефть марки «Брент» на лондонской бирже достигла 57 долларов 8 центов за баррель. В последний раз «Брент» стоила выше 57 долларов за баррель 13 января. Что касается годовой инфляции в России, то пикового значения она достигнет в феврале. Аналитики отмечают, что эффект переноса, произошедшего с марта прошлого года, ослабление рубля, до сих пор продолжает проявляться в ценах на товары. Правительство остановит и льготное кредитование в субъектах, где выросли цены на жилье. Одной из причин стагнации в сфере строительства эксперты считают пандемию, которая внесла изменения в различные сферы жизни общества. На рост стоимости жилья в новостройках повлияли государственные программы поддержки. Это привело и к росту цен на недвижимость на вторичном рынке. В регионах, где произошел скачок цен, правительство завершит программы льготной ипотеки с 1 июля 2021 года. Однако полностью останавливать программу льготных ипотек не станет, поскольку в планах ведомства до 2030 года строительство 1 млрд квадратных метров жилья. Спад экономики России по итогам 2020 года составил 3,1%, оказавшись лучше ожиданий властей. Об этом сообщает Росстат. Наибольший спад показали гостиницы и рестораны, там минус 24%, сферу культуры и спорта, там минус 11,5%, транспорт минус 10,3%, бытовые услуги минус 6,8%, добыча полезных ископаемых минус 10,2%. В плюсе оказались финансы и страхование, там рост составил 7,9%, здравоохранение и соцуслуги подорожали на 0,3%, информация и связь на 0,2%. И сегодня стало известно, что банки, несмотря на то, что совокупная задолженность россиян по ипотеке превысила 9 трлн рублей, решили поддержать интерес к ней, либо продлив акции, либо улучшив условия кредитования. В частности, Сбербанк продлил акцию, которая позволяет снизить ставку по ипотеке на 0,3% пункта, а ВТБ снизил первоначальный взнос с 30 до 20% по ипотеке по двум документам. Райф Файзенбанк и Юникредитбанк опустили ставки по ипотеке на 0,1% и на 0,2% пункта соответственно. Банк Дом.РФ продлил новогоднюю акцию со снижением ипотечных ставок на 0,5% до конца февраля. А совкомбанк запустил рефинансирование ипотеки. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Сегодня в стране отмечают День воинской славы России. 2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистских войск завершилась Сталинградская битва. В Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов к вечному огню. Почтили память погибших в сражениях Великой Отечественной войны губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, победа в котором положила начало коренному перелому в ходе Второй мировой. 200 дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем и у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась ожесточенная битва. Это сражение стало первым масштабным поражением нацистских войск. Почти тысяча пожаров с начала отопительного сезона в Самаре. Такую статистику приводит управление МЧС. Чтобы напомнить людям об основных правилах безопасности, специалисты проводят профилактические рейды, раздают жителям специальные памятки. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Вот вручаем вам памятку, что вам напоминало о соблюдении требований правил пожарной безопасности. Как правильно использовать электроприборы и газовое оборудование, жителям частного сектора напоминают сотрудники МЧС. Виктор Косилов рассказывает, за исправностью газового котла и проводки следит тщательно. Я всю проводку поменял давно уже на медную. Медь лучше проводит электричество, чем алюминий. Да и понадежнее оно. Профилактические рейды МЧС проводят регулярно. Жителям раздают специальные памятки и напоминают об основных правилах безопасности. По официальным данным, с начала топительного сезона в Самаре произошло 934 пожара. Пострадали 35 человек. Чаще всего причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем, а также неправильное использование электроприборов. Люди включают в одну розетку много бытовых приборов. Происходит перегрузка. Советы не оставлять ни в коем случае без присмотра электрические приборы, если это не предусмотрена инструкция завода-изготовителя. Также особое внимание обратить на количество приборов, включенных в одну сеть, ну и за исправность самих электрических приборов. Профилактические рейды в Самаре сотрудники МЧС будут проводить еженедельно. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Масштабная программа «Дикий мир» – обладательница международного титула принцессы цирка Людмилы Сурковой в Самаре. Шоу с участием хищников состоится на Самарской арене с 6 по 28 февраля. Оно станет завершающим аккордом гастролей королевского цирка Гии Эрадзе. Почему его стоит увидеть, расскажет Гульфия Сафина. Они катают зеркальный шар, прыгают через обруч или вот. Тигрица по имени Клеопатра взлетает над манежем вместе со своей наставницей. Аттракцион «Дикий мир» титулованной принцессой цирка Людмилы Сурковой и 10 хищников – изюминка обновленного шоу «Королевский цирк». Знаменитая дрессировщица без хлыста, тигры и львы воспитаны с любовью. И время меняется, и все меняется, и мы сейчас больше партнеры с животными. В манеже за кулисами мы с ними друзья, мы с ними семья, я их мама, они мои дети. Артисты российской государственной цирковой компании в шоу «Королевского цирка» Гии Эрадзе в Самаре почти год с начала пандемии. Мы отработали новогоднюю сказку, закончили и решили все-таки, что мы уже приехали в Самару и привезли большой «Королевский цирк», возобновить гастроли «Королевского цирка». Клоуны, акробаты, жонглеры, дрессированные животные и многое другое. Всего 10 ярких выступлений ждут горожан на арене «Самарского цирка» до 28 февраля. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, События. Единственному в Самаре клубу жонглеров исполнилось 5 лет. Юбилейную дату участники «Самарского клуба» отметили на всероссийских соревнованиях в Москве по битвам на булавах. Сейчас ребята готовятся к лету и выездным выступлениям в черте нашего региона. Большинство своих номеров они реализуют на улицах города бесплатно, считая жонглирование образом жизни и медитацией. Ольга Павлова встретилась с жонглерами и выяснила, почему этот вид спорта и искусства – неотъемлемая часть их жизни. Безнравственное поведение и даже колдовство – так называли жонглирование задолго до нашей эры. С его помощью китайские воины побеждали в кровопролитных схватках и показывали врагу перед битвой искусства жонглирования оружием. Лишь в 1768 году с открытием первого в мире цирка жонглера обзавелись работой. Особенно востребованы они были в театрах и варьете, когда стало необходимо заполнять паузы во время смены декораций. В 21 веке участнику Самарского клуба жонглеров Валерию Тихонину любимое увлечение принесло не только новое знакомство с единомышленниками, но и интересную работу. Учитель физкультуры одной из самарских школ умело владеет искусством жонглирования поэ. Изначально оно практиковалось новозеландским народом маури в форме игры, но с течением времени претерпело изменения, став частью новой современной субкультуры. Обычно поэстеры используют ярко окрашенные шары, флуоресцентные ленты и цветные наконечники, что позволяет лучше видеть траекторию шара в воздухе. По сравнению с обычными булавами пояс тяжеловесы необходимо постоянно контролировать взмахи и координацию движений. Если там булавы это кидание больше, то здесь я держу все время. И задача моя, так скажем, уворачиваться от них. То есть они так и стремятся куда-нибудь залететь, попасть. За соратником и коллегой Валерией Захаром Посеткиным не угнаться даже в комнате, размер которой чуть больше 30 метров. Из фаворитов Самарского клуба жонглеров Захар единственный, кто окончил цирковое училище. Помимо быстрой езды на одноколесном велосипеде, спортсмен ловко жонглирует булавами и обручами. Такой же мастер-класс показывают его напарники Андрей Ханов и Роман Беленький. Начинаем с той руки, в которой два мяча. По той же самой траектории здесь уже появляется ритм. Андрей мечтал жонглировать с детства и тренировался на яблоках. А Рома в клуб привело увлечение в фаер-шоу. Однажды он посмотрел видео, от которого не смог оторваться. Мне это очень захватило. Я почувствовал, что это мое, что мне это интересно. Огонь и вращение движения. Невероятный взрыв популярности жонглирования вышел на конец 20-го начала 21-го века. Оно перестало быть только цирковым искусством. Обычные люди стали жонглировать для удовольствия, собираться в клубы, устраивать соревнования. В Москве не так давно прошли уже пятые по счету всероссийские соревнования по битве на булавах, в которых приняли участие и эти ребята, спортсмены нашего Самарского клуба. И хоть в этот раз занять призовые места не вышло, молодые люди не теряют оптимизма. Очень хочется, чтобы к нам на занятия приходили люди, интересовались этим. Хочется видеть больше жонглеров на улицах. Хочется, чтобы как можно больше людей просто знали о существовании именно такого вида деятельности, спорта, хобби. Ольга Павлова, Константин Головин. События. А эстафетную палочку нашего эфира принимает рубрика новости спорта. Самарский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях, а теннисистки продолжают покорять австралийский Мельборн. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Самарские новости спорта. Не состоялся. Соперник самарца получил травму и не смог выйти на татами. Самарские теннисистки продолжают успешные выступления в Мельборне в рамках подготовки к Австралии на Open. Анастасия Павлюченкова обыграла во втором раунде турнира Яра Волей Классик латышку Анастасию Севастову 6-0, 6-3. Матч продолжался чуть больше часа. Анастасия совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейкпоинтов из одиннадцати. Следующей соперницей россиянки станет испанка Горбенье Мугуруса. Тольяттинка Дарья Касаткина тоже преодолела рубеж второго круга, но на другом турнире в Мельбурне – Джипсленд Трофи. За один час двадцать четыре минуты она обыграла словенку Полону Херцог 6-4, 6-3. Дарья совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейкпоинта из семи. На этом все. Больших побед вам. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok